мир вам дорогие братья сестры я хочу поделиться 3 и тремя снами которые мне было дано господом я думаю это пророческие сны и вразумительные сны значит мне было 7 9 и 11 через через ночь а три сны а подряд значит первый сон мне приснился после того как я вечером разговаривал со своей подругой именно положение в церквях что народ по какой-то причине не молится так как бы в такой ситуации как мы сейчас находимся как в стране так в мире что нужно молиться как бы более больше объявлять постов молитв делать особенно вот как-то подводить в народ больше к молитвам этого мы не видим и вот я это рассуждала со своей значит подругой и как бы мы просто как анализировали почему такое состояние в народе да и на утро значит перед тем как проснуться мне господь дает такой сон мне показал значит одну небольшую церковь в вашингтоне штат вашингтон баптистскую церковь где они взяли значит был такой белый прот как поднос метод подноса не наложили все что у них было и преподнесли господу господь это обаял и принял и он ну как он был доволен тем что он они дали и они дали все что они имели и там было немного но не так сказали господь о что мы можем то мы даем и поэтому я хочу сказать вот к тем кто возможно переживает видится но такое состояние народа да и вообще хочу вот ободрить вот что вы можете то давайте и этого будет не то что достаточно но это будет довольно для того чтобы господь начал работать приносите перед господом молитвы за свои семьи за свои церкви за свои города за страну за правительство то чтобы не недавно не издавались вот эти все законы и так далее что господь заступался за народ чтобы господь вел народ чтобы господь вразумлял как верующих так не верующих чтобы милого нарушил было движение духа святого было пробуждение чтобы господь начал работать до приносите вот сколько есть что есть и господь это будет принимать этот на жертвенника вот это молитвенный жертвенник он будет принимать значит второй сон не снился уже через ночь значит снилось мне что вот и я со своей семьей еду машине а мой муж за рулем то боитесь детьми и мы едем вот так вот как по саду и ферме такой овощной это сад был такой полный разных деревьев фруктовых каких там только деревьев не было всякие вида плодов и фрукты но это яблоки там и груши и сливы и персики и апельсины там ну короче вот все плоды какие вот есть они все там были которые растут на деревьях да и вот мы просто загрязну так смотрели просто наслаждались вот этой красотой там но плоды были настолько высокого качества такие просто ароматные красивые просто загляденье было да потом дальше мы поехали и там были поля всякого разного вот овощей там и разного вида капусты и помидоры огурцы баклажаны кабачки так далее там короче и ну все было все что можно вот вырастить да там вот на этих полях было и вот я себе так думаю вот я сейчас поеду сейчас вот подъедем к прилавку и купим вот этого всего да а что там у мы увидели и когда и подъехали к прилавку я вышла я удивилась что прилавок при этом вот изобилие до около этого сада почему-то почти ничего не имел и вот я хотела купить кабачки там корзинки были такие кабачки маленькие вялые еще на них мусор был накинута так найти я не хотел и такие кабачки покупать до этого я у продавщицы корюсу почему вот у вас скажите такой изобильный сад а вы не выставляете то что выросла у вас да и она пошла значит взяла мне кабачков нарвала и ну принесла мне да и после этого я как-то ну а ты отошла потом через несколько минут вернулась я стала видеть как они стали выставлять вот эти вот овощи и фрукты значит что я думаю господь хочет показать через этот сон я думаю что господь показывает что было лето благоприятное и господь много потрудился среди своего народа и о очень богато он обогатил народ да и сейчас не время то что он нас научил чем у нас обогатил сейчас не время прятать а положить на прилавок для того чтобы люди брали и покупали пусть берут даром да и покупают то есть отдавать отдавать не держать тем что господь благословил да и в церквях среди народа вот где господь вот и вас благословил делать вы чувствуете что вам нужно просвидеть с чем-то потрудиться и так далее не держите пускайте господь хочет чтоб прославиться именно через это потому что он приготовил великолепный сад за это вот время благоприятное с великими плода великолепными плодами и это овощами фруктами ягодами и так далее да и третий сон мне приснился значит я находилась в самом главном капитолии в главном здании страны это я говорю уже сон это ну то что я буду видеть это прообразно я видела как вот в этом здании да господь отделил огромную такую большую комнату для молитвенников и эта комната была разделена на много много комнат и эти комнаты должны были заняты молитвенками но к моему удивлению там было только три комнаты занятые молитвенки остальные поставали и нужно чтобы эти комнаты запомнились то есть господь хочет чтоб мы молились он выделил время 100 специально в этом здании для молитвенков господь хочет чтобы мы ходатайствовали молились за правительство чтобы сдавались правильные законы чтобы господь хранил народ и так далее то есть много сейчас будет зависеть от молитвенников и молитвенки должны заполнить эти вот комнаты том большом зале как вот я видела потом почему-то я видела вот в этом же сне я видела какой-то как банкет и люди сидели так вот рядами и там разносились а как ну в общем миски да вот блюда и оттуда люди передавали эти миски и оттуда люди по ложке начинали накладывать себе в тарелку так она проходила вот по всем рядам вот тот киви ту еду которую там пригласите блюда которые приготовлены были да и я видела как потом они поели и почему-то людей как стали рассеивать и отбирать и отобрали по них полностью отпустили а других отобрали для почетного места а третье как бы их поставили на какой-то как вот ну на осторожность их поставили как опасными людьми я увидела как то которых а особо отобрали им дали красный такие очень хорошие такие красивые кресла такие почетные кресла и там это выделили такую комнату где поставили много вот этих красных кресел эти красные кресла как я поняла вот для особенно вот этих людей они особо что-то приносили господь именно отделил эту комнату для них они как-то особо что-то влияли на государство или как вот молитвами ли что но они были особо отделены чтобы они приходили сидели на этих красных стульях и производили изменения и влияния да и те которые люди были отделены как непонятными меня спросили что с ними делать город пустите их они не принесут вам никакого вреда ну так меня спросили так я сказала да и потом а вот это вот и наверное вот все что вот из этих основ я помню значит первый сон приносите господу все что у вас есть как вы можете посты молитвы господу это будет для достаточно чтобы работать лучше это чем вообще ничего второе если вас господь благословил за это время благоприятное которое было духовными дарами и так и финансами так далее и если вы можете послужить служите не держите открывайте говорите давайте господь хочет чтобы это не пропало до 3 это что господь хочет чтобы мы молились за правительство чтобы мы не не теряли время а чтобы мы не опускали руки и что по нашим молитвам господь может удерживать зло до или политики имеют особую деленную комнату а для ну господа именно для того чтобы они совершали молитвы и как я понимаю на это это были еще особые особые ходатай и которым господь дал особые такой вот красные там с золотом такие вот стулья вот кресла не знаю как объяснить и было где другая комната делена отделена где поставлены эти были история и были приглашены эти ходатайи такие люди которые имели какое-то влияние это все имеется ввиду как вот я понимаю а духовно да что есть люди именно предназначены для этого надеюсь что вы будете одни из тех людей которые господь посадит на тесторию просите господа мудрости как ему в это время молиться служить и ходатайство это благословит вас господь не пускайте руки и служите господу то будет имя его прославлено